Знание, да, знание того, что вот эта иллюзия, и она как сон, потому что, смотрите, сновидимая природа, ведь когда мы спим, сон, он же непрерывно длится там, он длится, длится, он же длится, то есть он как, он, там нет прошлого, вот это вот склад прошлого, там потом мы пойдем в будущее, он всегда в настоящем, но он длится, он сменяется, длится, и там то, что было прежде, оно исчезло напрочь, ничего нету, а здесь же то же самое, здесь длится, и вот как бы мы в такой опять иллюзии, что все плачут там, вот когда умирают близкие, ну там что такое, да, это так неожиданно всегда, хотя испокон веков все и всегда умирали, всегда это было, но почему-то люди встречают это как нечто такое ужасное, но видите здесь Асмита, который отвращает, этого не должно произойти, надо жить как жизнь, продлить подольше, с этим сном вы ничего не можете поделать, потому что этот сон, если мы в нем проснулись, то он же основан на невидении, а невидении на отвращении минуса и влечения к плюсу, ну то есть по сути на отвращении смерти и влечения к жизни, вообще это закон дуальности, как только вы выделили добро, сразу появилось такой же степень интенсивности зло, которое должно оправдать это добро, оправдать существование этого добра, и точно так же мы боимся, что люди творят зло, но как только люди творят зло, сразу выделяется добро, в людях что-то просыпается, но подождите, а если бы не было таких драм, было бы интересно жить? А что, Юнона и Авось, а как? Если нету таких перипетий, на чем жизнь будет строиться? Как? Зло сотворили, там столько добра активизировалось, да? И наоборот, добрые поступки, ну зло активизируются, да? Вот она, самсара, и сознание пробуждённо, оно видит всю эту завуалированную игру «хорошо и плохо», что в любом «плохо» есть «хорошо» и в любом «хорошо» есть «плохо», да? То есть вот то, что мы говорили про плюсы и минусы. Почему индийские мудрецы назвали вот это происходящее ничем иным, как «игрой сознания» Лила её назвали? Игра сознания. У нас вот есть закон тритмегиста «как наверху, так и внизу», «как внизу, так и наверху». Ну то есть это говорит, что как у богов, так и у нас, как у нас, так и у богов. То, что мы здесь играем спектакли вот эти, ну почему бы нам не жить без этих кинофильмов, без спектаклей? А это на самом деле точно так же и там. Сознание, таким образом омрачаясь, вот действительно попадает вот в этот мир драмы. И это некая такая игра. Слово «игра» является ключевым, потому что, смотрите, сознание что может делать? Потому что персонаж есть. Оно может только играть роли. Да, наблюдать, ну то, что оно и актёр, и зритель. Наблюдать. И при этом неотъемлемой частью является и игра. Игра ролей. Игра роли. И вот это вот и есть игра на самом деле. Вот это и есть игра. Игра роли – игра. Игра согласно знанию. Фонтанная, ежемоментная игра роли. Вот это и есть игра сознания. Смотрите, вы как пробуждённое сознание, вот сейчас, вот допустим, да, сейчас сижу. И это тоже роль, когда ты пробуждаешь, а теперь уровень игры повышается. Теперь ты уже не можешь просто так бессознательно сидеть. Теперь ты играешь эту роль. И знание. Если не играешь эту роль, значит спишь. Да, сознание играет, но играемая роль действия – это уже не само сознание, потому что это проявление. Сознание играет, в этой игре оно даёт знание и осознанность. А вот эти действия, которые происходят, это то, что уже относится к сну. Вот смотрите, в этом сне идёт направление игры персонажа. Он будет играть либо персонаж, вот производится действие, либо из незнания, то есть согласно программе, либо эти действия будут происходить из знания. Если есть движение, значит это уже как всё есть сознание, но если есть движение, значит это проявление. То есть это не само сознание, это уже сам сон, который сознание видит и наблюдает. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова